привет на связи владимир и в этом видео мы создадим схематичный проект птиковалки бочки для сена пресс для сена который будет состоять из бочки проект будет реально схематичный то есть не будет никаких реалистичных деталей но лишь схематика благодаря которой мы сможем действительно потом сделать настоящую тиковалку то есть соблюдем все необходимые размеры но без реалистичности деталей также раскрашивать ничего не будем только лишь проект только голый мышь без всяких раскрашиваний для этого возьмем нам нужны будут размеры настоящей бочки что ж можно не смотреть в принципе замерил бочку 88 у нее диаметр и высота сантиметров 88 и диаметр бочки 58 сантиметров поэтому мы можем создать либо из цилиндра либо из круга без разницы ну допустим круг для так еще раз круг создать нем сразу же заглядываем в окошко и смотрим радиус у нее нам нужно 580 диаметр и значит 580 радиус разделить на 2 вот это будет наш диаметр потому что радиус 290 умножить на 2 вот диаметр получается 580 сантиметров миллиметров все размеры здесь у нас будут миллиметр для удобности чтобы всякие точки запятые не писать будем пользоваться миллиметрами так мы сейчас имеем диаметр бочки нужно создать высоту создаем экструдируем ним по оси z на 880 миллиметров мы получили размеры стандартной бочки теперь для приличия мы дно зашиваем и можем задать конечно здесь поверхность можем не задавать можем задать здесь толщину бочки можем не задавать потому что нам нужна сейчас только схематика для того чтобы мы могли по этой схеме сделать настоящий проект поэтому на данном этапе я не буду создавать здесь реалистичности какой-то толщины и тому подобное теперь обойдемся таким образом теперь вот бочка у нас есть как основная деталь конечно в не будут вырезы там с петлями ну то есть дверка такая там все сидела это я конечно сейчас делать не буду возможно потом следующий на следующий раз проект сделаю более реальный задам себе такой целью именно сделать реалистичный проект но сейчас нужно обойдемся схематикой следующая деталь которую нужно будет сделать это позвоночник у бочки позвоночник будет из трубы 40 на 40 миллиметров поэтому сразу создаем такие размеры этот позвоночник давайте выдвинем его вот сюда примерно можно приблизить и еще раз отодвинуть вот так примерно это позвоночник теперь он вот отсюда с этого сверху бочки так вверх будет подниматься на 27 сантиметров поэтому нам нужно включить прилипание чтобы выровнять с этой штучкой и включить прилипание по вершинкам теперь мы берем эти вершинки у позвоночника не сам позвоночника вершинки берем и прилипляем к вершинкам больше теперь поднимаем на 270 миллиметров подняли теперь вот этот край мы просто примерно хотя не примерно в ноль сейчас увидим наверно да нет включим полупрозрачность чтобы все схватить теперь я схватываю все и поднимаем до конца и опускаю на ну там было в общем на минус 600 миллиметров все теперь прилипляем хоржин ту джем 3 все таки все таки прилипляем еще раз и поднимаем на 270 миллиметров все таки позвоночник из 60 сантиметровый такой позвоночник у нас уже есть дальше переходим деталям рычага рычаг будет из трубки уже 40 на 20 также кубик создам и задам размеры по иксу он будет полтора метра так много я задал 1500 значит метров полтора метра теперь по за этом будет 40 ой здесь он будет 20 оба за 40 у нас есть наша трубка теперь мы ее поднимаем теперь мы ее поднимаем поднимаем выше и можем опустить теперь вот так и далее мы сдвигаем вот так и теперь еще раз двигаем вот так конечно же конечно же здесь у нас будет соединитель некий на схеме пока я данного соединителя рисовать не буду но но в общем это будет почему бы не рисовать но в общем это будут две таких отрезка полосы толстые два отрезка первый отрезок суда варен будет и второй будет уварен отрезок и в них будут дырки и дырка будет то есть дырка будет ну возьмем пускай все-таки сделаем цилиндр на радиусом 10 миллиметров то есть диаметр двадцатка длина пофигу какая пускай будет две два двести миллиметров теперь мы поднимаем все у нас есть эта штучка теперь мы поворачиваем на 90 градусов нет не поворачиваем вот так 90 и теперь надо ее будет какая-то фигня повернуть по оси x на 90 все теперь мы перемещаем примерно вот сюда скопируем на всякий случай теперь вот так вот и смещу но это ладно я еще вот так сделаю баха и скопировал и перемещаю я ее отсюда и сюда вот так теперь выделяю эти вершинки это и вот эта вершинка теперь перемещаю вот так это стороны я перемещаю прям к ним совмещаю и теперь на по игреку на 4 миллиметра хлоп все у нас есть одна полоска только конечно же она большая поэтому я ее сейчас уменьшу до сюда все у нас есть одна пластиночка и теперь выхожу из режима редактирования и дублицируя перемещаю ее вот сюда все я получил схему в общем будет примерно вот такая схема рычага рычага на этом месте то есть я на этом позвоночнике здесь я за крышку приварю да да еще конечно этот рычаг так не будет двигаться нормально то есть так ты подружка отсюда иди то есть то есть то есть естественно но скорее всего вот эту штучку мы опустим еще так только наверное опустим не верхнюю часть а всю ее опустим на минус 30 миллиметров на 3 сантиметра вот все действительно хорошо теперь берем вот эту штучку режим редактирования выбираем всю нижнюю часть и перемещаем сюда здесь тоже самое нижнюю часть перемещаем до сюда то есть по сути рычаг будет вот так выглядеть чтобы вот сейчас я продемонстрирую берем эти две вершинки теперь snap vertices cursor to selected выходим с этой штучки и origin to cursor все мы точку вращения здесь получили теперь мы можем вращать рычагом для демонстрации вот то есть он может потом опускаться вот до сих пор допустим вот так вот так вот он может опускаться наши рычаг ну ладно это я так теперь мы можем еще да я же неправильно точку вращения сделал ну ладно это пока так для демонстрации не на я конечно могу сейчас сделать правильное положение точки вращения делаем перегородку и смещаем ее сюда теперь полупрозрачный режим выделяем все это и теперь то же самое с на ферсисом курсор и теперь выходим из режима редактирования и origin to cursor все вот теперь точно точка вращения стоит там где нужно и мы можем повращать нашим рычажком чтобы убедиться как он опускается ну просто про экспериментировать посмотреть самим как он опустится на какое положение ну наверное где то вот так вот он опустится как раз ну даже еще чуть чуть опустится то есть вот так по сути вот земли не касается ну ладно это мы побаловались теперь что нам нужно это тоже в качестве эксперимента и вот так вот сделаю и заглушившим чтобы не видно было теперь выделяем этот рычажок наш и вращаем в другую сторону оп вообще нормально мы в принципе даже 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 можем вот так сделать сейчас поднять ее штучку вот сюда и пустить ее ну вот так чтобы было видно какая высота так еще раз опускаем вот чуть ниже то есть где то вот пять сантиметров получается нам показывает в верхнем левом углу опускаем вот это получается вот пять ну четыре и восемь сантиметра ну и чуть ниже короче говоря шесть сантиметров вот эти вот штучки вполне достаточно вот эти держатели шести сантиметровые мы сейчас даже проверим их длину поднимаем и теперь мы берем вот этот инструмент замерялку нашу и проверяем ее да действительно шесть шесть в принципе почти ровно шесть сантиметров шести сантиметровые нужны эти штучки теперь когда мы знаем размеры какие нужны сразу их делаю шести сантиметровыми сразу их делаю шести сантиметровыми и это то же самое режим редактирования сначала поднимаем в ноль потом опускаем по z на минус шестьдесят все теперь вот эту штучку мы примыкаем к ним все у нас рычаг стоит там где надо рычаг сам шестьдесят сантиметров и от края бочки сейчас даже померяю хотя чё можно даже не мерить а вот так сделать опускаем примыкаем к бочке и теперь поднимаем на 250 миллиметров то есть 25 сантиметров получается 25 сантиметров вот верха бочки должен торчать этот позвонок и шести сантиметровые вот эти штучки должны быть теперь надо нам понять все таки четыре сантиметра два сантиметра значит у этих штучек четыре точнее два сантиметра сверху и два сантиметра в центр ну короче в центр и два сантиметра сверху это будет центр где нужно будет просверлить дырки одну и вторую дырки мы сверлим ну и в профтрубе тоже самое дырками сверлим двадцатого диаметра то есть будем начинать с маленького с маленькой дырки с маленького сверла и все больше и больше пока не дойдем до двадцатки либо посмотрим потому что мы смотрели как гнется рычаг и мы видели что пять сантиметров это впритык чтобы запасе ком взять это шесть сантиметров как раз должны быть такие штучки ну и все теперь тоже я спрячу я даже можем назвать так это позвонок это у нас ушки ушко ушко 2 это рычаг шпилька 20 бочка ну пока так пока так все теперь нам нужно я не буду здесь делать дырки действительно в проекте хотя я могу показать как но смысла нет теперь этот штучку я по оси какой тут Y я уменьшаю и делаю сдвигая по Y опять же чуть-чуть вот так чтобы было почти посерединке допустим примерно визуально все понять и простить если что не так ну можно конечно даже наверное чуть поточнее выставить то есть вот так и в общем визуально никто ничего не поймет все равно система теперь понятно здесь болт болт ну здесь шайбочка болт с шайбочкой с этой стороны и с той стороны шайбочка и гайка можно шайбочка контр шайба и гайка либо контр гайка вот такая схема здесь будет и рычажок шпилька на 20 самый лучший вариант конечно можно на 16 ну 12 маловато и все теперь рычажок у нас конкретный будет теперь на каком расстоянии здесь у рычажка должна быть опора которая будет сюда в бочку опускаться я его возьму и на 180 градусов я сделаю рычажок конечно с анимацией было бы общая классно все понятно ну и так разберемся но все равно нужна схема то есть примерно посередине будет еще один рычажок у этого рычажка который будет держать площадку которая свою очередь будет давить сено непосредственно у этого рычажка будет такая же в принципе схема как здесь у рычага у рычага у основного то есть это большой рычаг который непосредственно с которыми мы контактируем будем контактировать а этот рычажок малый он будет контактировать именно с площадкой которая будет давить на сено поэтому в принципе можем даже и скопировать эти штучки сделаем вид например например такой вид полупрозрачность сделаем и можем скопировать их чик вот так вот сделать да и все как именно их потом присоединить по центру да можно примерно нам лишь бы знать хотя можем четко сделать мы же знаем размеры бочки и плюс сколько тут 4 сантиметра почему-то какие-то расхождения здесь наверно чужих все-таки меньше что ли получился вообще в бок получился рычаг у нас так сейчас тогда я рычаг сделаем нормальный поворот для него поворачиваем по получается y на 180 градусов все проверяем да теперь поворот у нас четкий но почему-то да или или да да или да да теперь он четко стоит все проблема решилась да теперь берем ушки на макушке через shift их 2 выделяем сразу же копируем и перемещаем куда-нибудь сюда так set origin to geometry так вот сделаю теперь можем их опять же перевернуть по игроку на 180 кверх ногами хотя как раз я же здесь не делал дырки ну да ну ладно все теперь наша задача даже можно было не так так сделаем сразу же точки эти вместе с позвоночником мы берем и копируем все и переместим это по оси x наверное здесь будет середина я так думаю середина нашей бочки по вот этой синей линии по оси z значит где-то также будет рычажок работать единственное что я бы сказал вот эта штучка наша лучше бы чтобы она она так да тут так не про не получится сделать потому что у нас точка вращения должна быть не здесь а должна точка вращения быть где-то здесь и вращаться должен не рычаг а вот эта штучка на них поэтому как вариант что мы можем сделать взять всю эту штучку и опустить все таки вот так примкнуть чтобы вот отсюда примерно было все это значит значит мы можем здесь хитрее поступить мы сейчас их берем вот эти две штучки s и по оси y мы их сближаем друг с другом нет будет деформация поэтому мы по одной сейчас берем и по оси y вот так вот мы их сводим даже еще больше этого здесь встану а теперь также по игреку вот сюда раз все она растет одна растет отсюда другая штучка теперь также y и смещаем ну пускай сюда же и теперь y вот сюда все они как бы припаяны теперь получается припаяны вот к этой штуке вот приварены вот к этой теперь не не к сороковке в основном а вот к этой приварены а теперь у сороковки что мне нужно сделать а нужно тоже самую пластинку такую же взять одну дублицировать и переместить по игреку примерно по центру между ними для этого я возьму сейчас и вид другой сделаем но в принципе примерно примерно по центру получилось теперь то есть схема должна быть понятна через все эти три штучки проходит шпилька такая же как вот это можно цилиндрик это удалить это что такое рычаг ну в принципе тоже чем мы можем то есть две штучки вот эти приварены к рычагу а одна приварена к сороковке уже вот к этой которая в свою очередь давит на сено мы эту сороковку сейчас сейчас мы проверим какой она должна быть размером каким примерно 45 сантиметров вместе 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 вот с этой штучкой поэтому эти штучки я знаю что они 6 сантиметров получается так что вот эта которая посередине приварена к нижней штукенции вот мы ее должны сейчас опустить на на сантиметр как минимум все пускаем минус 10 да это как минимум и шпилька будет проходить вот где-то вот здесь посередине между ними то есть мы берем вот эту шпильку дублицируем да примыкнем пока здесь сразу же мы ее поставим примерно посерединке теперь мы сбоку посмотрим примерно тоже посерединке и поднимем что надо включить вот такой вид и мы сейчас поднимем по z примерно вот так посередине все все теперь у нас она проходит там где нужно эта штучка будет вращаться даже проверим сейчас ее индивидуально повернем и просто посмотрим вот она не задевает за рычаг это нам и надо чтобы она не задевала за рычаг за основной все можно можно конечно с этой вместе соединить можно не соединять ну вот теперь одна где-то раз готова теперь нужно уменьшить этот рычаг чтобы все цело здесь вот получилось где-то примерно 45 сантиметров все вместе с ушами с этими значит если эти 6 и это 60 66 получается что 66 минус 45 получается нам нужно убрать 21 сантиметр отсюда мы поднимаем на 210 все теперь у нас всего расстояние здесь примерно 45 сантиметров все сохранил теперь нам нужно здесь сделать площадочку которая будет уже давить непосредственно сено я ее сделаю для себя не круглую то есть можно конечно взять какой-то круг и наварить на него полосы соединить и приварить ровно по центру к этой штучке к этому рычагу малому но у меня круга никакого нет изготовить я его можно долбить там все дела но не хочу я хочу сделать просто каркас пускай не круглый многоугольный каркас из профтрубы соединять его арматурой и вот этот каркас с арматурой он будет давить сено ну вот я хочу так для себя поэтому так как не круглый а многоугольный будет каркасик у меня я создам многоугольник многоугольник проще всего наверное из круга сделать почему из круга ну сейчас так еще да у нас snap cursor to world origin надо сделать вот здесь здесь да да с это же тут же метро сделать ну как в принципе и везде а там . вращения нормально стоит все нормально хватит играться создаем много многоугольный каркас для этого круг выбираем как ни странно да как ни странно круг но делаем у него вершинки например сделал 6 штучек вот он мой многоугольный каркас будет но здесь он четко по этому размеру поэтому я его уменьшу уменьшу так чтобы даже наверное еще чтобы свободно он давил сено но при этом не задевал края бочки то есть сделаем меньше чтобы он легко проходил в бочку теперь я сделаю так же срез профтрубы каркаса так же назову этот круг я не круг а заготовка не срез или форма прошу прощения прошу прощения форма теперь создам срез будущей профтрубы профтрубы у меня профтруба будет у меня 15 миллиметров на 15 миллиметров вот такая штучка будет я ее выдвину куда-нибудь сюда так и сделаю ее конверту коров я сделал из нее линии вот эту штучку многоугольники я тоже сделаю кривой кривой теперь вот здесь в data properties я нахожу geometry и нахожу Bevel object и выбираю вот эту штучку теперь полупрозрачностью беру чтобы видеть что я получил бочку пока спрячу чтобы видеть все я получил свой многоугольник другого мне и не надо от него теперь эту штуку могу снова конвертировать в mesh вот эту штуку я могу смело удалить теперь мне эту штуку нужно совместить хотя проще было бы сделать наоборот вот так я еще сделаю сейчас это у нас что непонятно а понятно это у нас линия тогда я еще сделаю назад чтобы это был mesh все это mesh и теперь я режим редактирования и соединяю отсюда иду сюда отсюда иду сюда и отсюда иду сюда все положил такую штучку и теперь конвертирует в кривую выбираю выбираю data properties и выбираю geometry и объект пипеточка и выбираю эту свою штучку вот эту теперь я включаю полупрозрачность бочку скрываю смотрю что у меня тут такое получилось у меня получилось что-то странное страшное поэтому все таки поэтому все таки это у меня отдельная линия получилась теперь вот это заполняю тоже и пи separate selection тоже отдельная получилась штучка и заполняю пи selection все у меня теперь три отдельных штучки получились вот эти теперь что я делаю я выделяю снимаю выделение все-всего выделяю многоугольничек свой и все-таки я его конвертирую в кривую теперь захожу обратно в data properties выбираю geometry object пипеточку и выбираю свою штучку опа у меня получился каркасик теперь я бочку вскрою чтобы увидеть все нормально да у меня каркасик такой какой мне нужен из профтотрубы 150 на 150 миллиметров ой точнее 15 на 15 миллиметров полтора сантиметра теперь выбираю каждую тоже также конвертирую в кривую data properties geometry и то же самое таки что что нет кривая кривая так я не знаю почему не получается эту я сейчас могу штучку конвертировать обратно в мышь все это у меня уже такая штука которую я могу изменять уже работать с ней как с цельной конструкции теперь все-таки что с линиями не знаю что такое но и в принципе что я могу сделать я могу уже не так сделать я могу вот так вот сделать теперь plane режим редактирования снап верти то есть центр теперь эту вершинку я прицепляю куда-нибудь сюда например и экструдирует до другой штучки все теперь теперь копируем и поворачиваем по оси z насколько нибудь без разницы насколько теперь беру вот эту штучку и цепляю ее вот сюда теперь эту штучку беру и цепляю сюда теперь то же самое копируем и одну штучку цепляю сюда вот эту штучку и цепляю туда теперь у меня есть эти три штучки попробуем снова конвертируем это все в кривую пипе . и выбираем наш объект странно хорошо действительно зачем нам этот вообще объект нужен нам нужно кружочек пускай будет 16 и пускай он будет в радиусе допустим 4 миллиметра пусть это будет арматура а что нет переместим сюда ради эксперимента и конвертируем в кривую теперь берем вот эту штучку конвертируем ее в кривую выбираем Geometry Bevel объект и выбираем наш кружок я не знаю почему тогда с профтрубой не получилось с квадратом ну да ладно теперь вот так делаем в принципе вот все нормально теперь это тоже конвертируем в кривую выбираем наш объект и вот снова не хочет значит я так понял что каждый каждой этой штучки должен быть свой объект значит ее мы обратно конвертируем в мышь все эту штучка мы берем и странно но как то так не буду заморачиваться смысл понятен я просто сейчас эту беру дублицируем и поворачиваю по Z ну пока примерно не найду а все понял мне надо origin to geometry сделать все теперь поворачиваю по оси Z чтобы она примерно вот так в краешке была теперь еще раз с origin to geometry дублицируем и поворачиваю по оси Z снова в общем вот такая штука получилась я прошу прощения за сумбурность теперь это все мы можем соединить вместе чтобы уже не путаться для целей нашего обучения это пойдет так делать угу она стоит там где надо осталось только получается поднять поднимаем но опять же здесь нам нужны а ничего не нужно это мы просто привариваем привариваем вот к этой штучке вот так полупрозрачность даже прозрачность чтобы увидеть и еще раз опускаем и поднимаем до арматурок вот вот так вот ну примерно все все это штучка у нас теперь висит приварена к профтрубе это вся арматурка каркасик бочечку мы включаем снова все у нас одна часть нашего все надавилки тюковалки наши готова одна часть почему одна часть потому что нужно еще сделать опору вот такую опору чтобы бочка не опрокидывалась когда мы будем давить сюда чтобы бочка не опрокидывалась то есть но я сдублицирую хотя нет не буду сделаем вот так и срезик сделаем какой ну пускай труба будет 20 на 20 ну может 20 на 20 в общем 20 на 20 труба теперь повернем его по игреку на 90 режим редактирования и спроекцируем на сколько на метр на тысячу теперь режим сверху полупрозрачный и только наоборот его сделаем его вот сюда вот так переместим его по иксу вот так вот так я думаю в общем вот так пойдет теперь с дублицируем с дублицируем хотя нет рано возьмем его переместим по игреку края бочечки где-то вот так по игреку ну пусть он вот так будет стоять и теперь дублицируем и переносим по игроку только в другую сторону не знаю к чему он прицепился но к чему-то прицепился ладно отлично такая такая штучка у нас есть вот эта бочка будет стоять в принципе на вот этом каркасе поэтому мы его опять же при опускаем вот так теперь я возьму скопирую еще раз поверну по иксу на 90 и прижиму его отсюда так прижал теперь эту штуку я беру и вот так прижимаем теперь это тоже дублицируем и по игреку ой по иксу вон туда прижимаем в конец все нормально все получился каркас даже наверно ну да он будет приварен к бочке то что нормально все вот такой каркас получился можно конечно еще вот так сделать дублицировать по иксу сюда вот увести вот так вид сверху например еще раз по иксу и вот вот так сделаем и все теперь каркасик есть упор нижний упор есть теперь нам нужно еще сделать колеса колесики для этого мы сделаем ось ось у нас будет из шпильки двадцатки то есть круг у нас будет ну пусть 16 радиус у нас будет десятка что диаметр даст на двадцатку теперь мы его повернем по иксу на 90 и экстрадируем экстрадируем по игреку на метр допустим теперь опять ведь сверху короче говоря мы его приварим к бочке вот так вот он будет приварен и подправим по игреку чтобы он был посередине относительной бочки все нормально теперь мы поднимем колеса у нас будут 36 сантиметров в диаметре поэтому опять кружу не кружок чекат торус зададим торус пускай 24 6 на все равно схематично нужно допускала триста шестьдесят и малый не знаю 250 может быть хотя 125 сделать надо же поменьше сделаем так принципе этого пойдет так это и запарился 360 мне нужно на 2 разделить сразу же ну и тут 50 короче короче вот такое колесо будет пусть она будет и не маленькая есть конечно же но такие колеса я уже заказалась честно но будет надежно устойчиво хорошо и по кочкам будет ехать более менее нормально теперь повернемся эту штуку по иксу на 90 и теперь нам нужно будет это все так уровень с этой штучки значит я включаю виды соответствующий так как где-то шпилька почему она не показывается странно это же мышь в общем примерно как то так будет выглядеть колеса будут выглядеть примерно как то так значит не метр будет меньше конечно же вид сверху выберем колесико и пододвинем к бочке поближе вот так передублицируем колесико и снова двигаем только уже ну как то так пускай будет теперь выбираем эту штуку и и сожмем ее немножко по игрек вот так чтобы за колеса не торчало вот так вот сделаем оп да теперь видно как ее пододвинуть к краю к краю краешки краю а вот она что то как можно сделать можно присобачить и отлично все мы получили то что нам нужно вот так все это будет выглядеть но опять же колеса должны быть вровень вот с этими с этим каркасом поэтому мы все вот это сейчас мы все это соединим если честно и будем поднимать по оси z вот до сюда все теперь у нас все четко вот так будет выглядеть колесики с бочкой но опять же здесь одной сварочки будет мало нам нужно будет здесь вот так соединить и вот здесь соединить какими-нибудь полосочками поэтому я создам снова plane снова режим редактирования снова merge vertices и center опять я ее беру и куда-нибудь примкну куда-нибудь надо сделать edge нюштех теперь берем экстрадируем но надо сделать ровно поэтому струдируем где-то как-то так и теперь экстрадируем ну где-то как-то так забавно получилось тогда еще раз экстрадируем в общем вот так нормально будет теперь создаем циркл кружочек радиус у нас будет четыре пускай пять пятерочка вынесем я куда-нибудь сюда сделаем это кривой сразу же я сделаю копию так вот эту сейчас беру тоже сделаю копию хотя нет зачем это беру делаем я кривую из нее так и теперь убирая объект и что ничего что опять не так да все нормально object нужен конвертировать в кривую теперь беру не знаю в чем проблема значит будем по-другому делать значит будем по-другому делать радиус пять делаем переносим теперь это уберем так делаем безякер теперь уберем объект убираем безякер не знаем почему не получается бывает такое приходится заново объекты создавать я и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, у нас по-другому пути получилось сделать объект, какой нам нужен, в принципе. Сейчас такое вот так вот сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сверху передвинем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, как-то так будет сварено. Все. Теперь наш проект готов. Мы можем смело отсюда брать все необходимые размеры, которые нам нужны. Мерить расстояние, все дела. Теперь можем работать. Создавать настоящий тюковальник. Тюковалку настоящего для сена. По факту, что здесь вот крючок нужен будет для зацепа вот этого рычага. Там две штучки. Нужны тоже два крючка для того, чтобы цеплять проволоку. Здесь дверь вырезать на петли. Приговаривать тоже. Все это понятно по месту. Здесь усиливать обод. Но это уже по месту. Схематично размеры все у нас теперь есть. Мы уже можем работать над этим. Где поставить, например, ограничитель какой-то приварить. Это тоже уже экспериментально будет по месту. Когда мы сделаем, допустим, в реальности воплотим вот данный проект. Схематичный проект в реальность. Когда мы воплотим, тогда можно будет уже, когда доделаем все необходимые эти ограничители, которые нужны будут. Потом уже можно будет добавить их в проект. Уже от реально, от экспериментального, реального вот этого воплощения данной сена тюковалки. Все, на этом все. Как снимать размеры отсюда, например. Ну вот, нужно выбрать инструмент измерения. И если нам нужно измерить данную штуку, то вот так берем и тянем из одного конца в другой конец. И видим примерные размеры. Так, для удобства я бочку опять же спрячу. Сейчас, допустим, и вот. Все, размеры примерно и есть. Вот мы можем так замерить. Длину этих штучек тоже можем замерить. Сколько нам нужно по размерам отрезать, например, мотору. То есть, теперь у нас есть проект живой. Мы теперь снимаем все размеры. Делаем вот эти детали. Можно по отдельности все детали сделать. То есть, я делаю отдельный рычаг. Отдельно позвоночник вот этот. Отдельно второй рычажок. Малый. Отдельно вот эту штуку. Отдельно шпильку. Отдельно каркас вот это делаю. Отдельно колеса делаю. Шпильку с колесами. То есть, отдельно, например, тоже расстояние. Могу уже узнать, какое нужно. Все. Потом только бочку ставлю на этот каркас. На бочку навариваю позвоночник. К бочке привариваю сразу же колеса. Потом на позвоночник навариваю вот эти ушки. Потом уже просверленные. Потом надеваю рычаг уже готовый. На рычаг также навариваю вот эти ушки. Вот эти два уха навариваю. На малый рычаг навариваю вот это ушко. Центровое, которое уже тоже с дырками. С дыркой. И вот эту штучку уже навариваю к малому рычагу. Все. У нас все становится готовым. Когда есть проект, очень удобно. Мы все посчитали по проекту. Все. Даже мы не считаем. Мы просто сделали проект. А теперь мы снимаем размеры. И воплощаем. Вот и все. Вот и все дела. Поэтому встретимся в видео, где я буду воплощать вот этот проект в реальность. Еще кое-какие изменения произведу. Я заметил, что я натворил. Не очень много, но я здесь центровую вот эту во-первых. Я ее уменьшил. А сделай это зря. Включу полупрозрачное. Редактирование. И все-таки верну высоту на место. А теперь вот эту всю конструкцию. Так. Не то. А вот это все теперь конструкция. Мне нужно будет опустить на как раз сантиметр. Минус. 10 миллиметров. Вот так вот. Не то выбрал. Все конструкцию не нужно будет опустить на сантиметр. Минус. Опять же. Все. Хотя бы так. Но я так же подумал, что одной будет мало. Ее будет туда-сюда болтать. Лучше всего сделать таких ушек. Все-таки два. Две штуки. Поэтому. меняем инструмент snap на вершинке. И разводим вот эти штучки. и получается вот такая схема теперь. Вот такая. Вот эта схема будет надежная. т.е. Т.е. тут уже болтаться будет по минимуму. Одна штучка. Это ненадежно. т.е. Поэтому сейчас я делаю вот так. И вот так. ctrl-j. Ну хоть это неправильно по сути делать. Вот так вот спаивать объекты. Но это просто простой мой схематичный проект. Поэтому спаяю, чтобы это был один объект и все. Теперь можно будет вот так вот сделать раз. И что ж. И здесь также шпек. Теперь выбираем чисто вот эти вот. средние. Выбираем snap-vertises-cursor-to-selection. И теперь выходим. Object. Snap. А нет. Set origin. Origin to cursor. Теперь когда мы получили точку вращения здесь. Мы сможем посмотреть как вращается. этот объект. Так. Включаю другой режим. чтобы добавить такую же ситуацию здесь. На этих штучках. И сравнять их с этими. здесь также добавляем. И сравниваю с этой. Все. Когда они все на одном уровне. теперь вот эту штучку. Не надо будет. Угу. поднимаем на десятку. Все. Теперь у нас все четко стоит. Мы убираем этот объект. Делаем по фронту вид. И пытаемся крутить. Просто крутите. Все. без разницы. Он не задевает. Он не задевает за тот рычажок. Вот. Дырочка должна быть примерно где-то здесь. Но если даже и выше. То смысл понять. Если дырка будет даже выше. Через все эти. Ушки. То смысл. Понятен. Ну. Допустим. Можно этот объект. Опустить еще. 10 миллиметров. Теперь. Дырки будут одинаково. Совпадать. Расстояние. Что у этих. До дырки. Отсюда. Что у этих. Ух. Теперь-то уж точно. Теперь-то уж точно. Ничего. Сделать не будет. Все. Получили. Рабочую. По крайней мере. Схему. Хорошую. Все. Я готовлю. Как готовим ушки. Все ушки. Готовим заранее. Их будет. Всего 6 штучек. Здесь ушек никаких не будет. Здесь будет объект цельный. Ушки у него будут. Вот с этой стороны только. Получается. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ушек абсолютно. Одинаковых. Мы делаем. С одинаковыми дырками. Под одинаковые шпильки. И дырки в одинаковых местах. И все. И просто. Потом. Обрезали их все. С полосы. Например. Если мы на полосе делали. Заготовочки. Вот. Сделали на полосе заготовки. С дырками. Потом. Просто. Порезали. И все. Привариваем. На эти места. Все. И теперь. Когда. Уже. Будем делать. Например. Настоящие. Настоящие изделия. То. Вот. Размеры. Очень легко узнавать. Берем эту линейку. От угла. Например. Сколько. От края. Да. До. Ушек. Все. У нас есть. Расстояние. Вот. Триста. Тридцать один сантиметр. Все. Очень легко. На тридцати одном сантиметре. Перевариваем. Ушки эти. Все. Очень легко. Можно. Все детали. Сделать. Отдельно. И потом. Просто собрать. Между собой. В этом преимущество. Конечно. Предварительного. Такого. Схематичного. Даже. Проектирования. И еще. Я подумал. Так. Вот. Этот. Размерчик. Я тоже. Я не замерял. У этой шпильки. Хотя. Можно бы. Измерить. Длина. Получилась. Всего. Лишь. Всего. Лишь. 785. То. Есть. Грубо говоря. 80. Сантиметров. 80. Сантиметров. По идее. Должны. Должны. Пройти. В любой. Проем. Любую. Калитку. Обычно. Калитки. Метровые. Но. Даже. 80. Сантиметров. Калитку. Вот. Эта. вся. Конструкция. Прокатится. Но. Опять же. Допустим. Если. У нас. В нашей. Ситуации. Допустим. Калитки. Не. Широкие. Либо. Нам. Нужно. Сделать. Под. Какой-то. Стандарт. То. Взяв. За. Стандарт. Например. Тачки. Садовые. Которые. В стандарте. Продаются. В Леруа. Мерлен. Там. В других. Стратных. Магазинах. То. У них. Ширина. 60. Сантиметров. Для этого. Я. Сохраню. Этот. Проект. Под. Другим. Названием. И. Конечно. Мы. Можем. Сделать. Уже. Все. наши. Объекты. Матридов. Не таким че. О, неέя. изменили планет articутия на лице реал. Открепляем. 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 Мощнито. Изменили. П о From В Кулинат. 說и. Продолжение следует... Теперь вот это расстояние нам нужно удалить, поэтому выделяем вот эти штучки и делаем separation. По выделенному все, теперь мы берем вот этот объектик, просто убираем, а вот эти все штучки тоже мы одно выделили, например. Ну, separator тоже нажимаем. В общем, вот так выделю и separation сделаю. Теперь, separator джерной джентлью и джентлью и джентлью и джентлью и джентлью и джентлью. Вот, совместили. Теперь, я думаю, у нас длина подходящая. Ну да, 57 сантиметров это вполне даже. Так же можем соединить, допустим. И... По центру выруняем. Теперь нам надо сдвинуть колеса, отодвинуть вот тележки, чтобы они не задевались за нее. Даже еще вот так отодвинем примерно. Все. И вот эти штучки мы... Повернем в сторону... Вот в эту сторону. Даже еще... Нет. Я сделаю сбоку. Вид полупрозрачный. Теперь поверну, иначе ошибусь. Все. Теперь... Берем эти штучки, опять в бок и... Переносим. Куда-нибудь сюда. Может даже поближе. Конечно, они сейчас соединились. Нет, не соединились. Стало непонятно. Нет. 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 Моста. Нет. 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 Есть. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok